здравствуйте друзья меня зовут анна титова я исполнительный директор издательского дома питер и сегодня мы с вами поговорим о привычках привычки бывают хорошие плохие и вот как приобрести хорошие привычки избавиться от плохих об этом вот эта прекрасная книга это бестселлер new york times бестселлер usa today лучшая деловая книга 2018 года по версии fast company лучшая книга по самопомощи 2018 года по версии бизнес-инсайдер и написал ее совершенно замечательный очень интересный человек джеймс клир который в разработал свою собственную систему как приобрести хорошие привычки избавиться от плохих то есть в этой книге дано очень 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 много практических советов то есть ну казалось бы что там такого да вот каждое утро начать заниматься спортом вот как себя заставить еще одно утро сделать зарядку наверное можно и может быть даже можно сделать это на второй день а вот как заставить себя каждый день в течение многих 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 лет этим заниматься вот как раз написано в этой книге причем это применимо не только к утренней зарядки да это применимо на самом деле ко всем абсолютно проявлением нашей жизни также например привычка может быть как хорошей так и плохой например привычка курить каждый день по много-много сигарет это плохая привычка и вот от нее можно при помощи этой же методики избавиться на самом деле причем эту методику можно применять не обязательно только в каких-то своих там личных предпочтениях также это можно использовать в рабочей жизни ну вот как он пишет может ли одна монетка сделать человека богатым конечно нет скажете вы но если добавить еще одну и еще и еще в какой-то момент количество перейдет в качество и вот так же с привычками но условно говоря если вы хотите похудеть то если вы в день откажетесь от хотя бы половины конфет которых вы едите и будете хотя бы пять минут заниматься спортом да наверное вы похудеете но только это надо делать не два дня и не три дня и потом бросить а превратить это именно в привычку и осознавал что единственным человеком который мог добиться положительных изменений был я сам поворотный момент наступил через два года после моей травмы когда я поступил университет денисона это было начало новой жизни именно колледж стал тем местом где впервые открыл для себя удивительную силу маленьких привычек ну и дальше он как раз начинает описывать свой метод о котором вы можете узнать прочитав эту книгу я прочитала и буду стараться применять полученные знания на собственном примере буду отчитываться потом впоследствии получилось у меня это или нет меняйтесь меняйтесь лучшую сторону избавляйтесь от плохих привычек и и приобретайте хорошие с нашей книгой атомные привычки ссылки описание под роликом ну и читать хорошие книги спасибо ну